Чтобы создать объект, художнику нужны референсы. Что-то, от чего можно оттолкнуться. Чтобы создать достоверный интерактивный город или даже мир, разработчикам нужны десятки, сотни или даже тысячи ориентиров. Причем не только визуально. Привет, с вами Алексей Луцай, Артемий Леонов написал сценарий. И мы сейчас расскажем, как создатели игр исследуют реальный мир и охотятся за референсами. И к чему это может привести. В 2002 году разработчики из Лондона решили воссоздать родной город в игре целиком, в натуральную величину. Из этой идеи родилась The Getaway, эксклюзив PlayStation 2. Мы получили DevKit PlayStation 2 и решили провести простой эксперимент. Воссоздать площадь Пикадилли. Она выглядела потрясающе, и мы подумали, что надо сделать такую игру. Правда, в ходе разработки виртуальный Лондон сначала уменьшился до 180 квадратных километров, потом до 150 квадратных километров, а в релизной версии город ужался до скромных 16 квадратных километров. Зато гигантомания разработчиков в полной мере проявила себя на этапе сбора референсов. Студия наняла целую команду фотографов, которая собрала около 500 тысяч изображений реального Лондона. На это ушло целых два года. И интересно, что именно на два года Sony в дальнейшем и перенесла релиз игры, и в итоге The Gateway пришлось выходить сразу после прямого конкурента GTA Vice City. Разработчики True Crime Streets of LA тоже были одержимы идеей досконально воссоздать в игре родной Лос-Анджелес. Они использовали команду фотографов, а также снимки с коммерческих спутников и технологию GPS. В итоге масштаб проекта тоже пришлось уменьшить, но не так радикально. От обещанных 1036 квадратных километров осталось 622. Обошлось без переноса, да и в целом игра почти достигла цели. Благодаря плотной работе с референсами виртуальный Лос-Анджелес получился почти как настоящий. Это работало в том числе и как пиар-ход. К примеру, во время пресс-тура журналистов отправили по маршруту, который легко можно проделать в игре. Много лет спустя в предисловии к книге «Консольные войны» Сет Роган рассказал, как True Crime Streets of LA помогла его соавтору Эвану Голдбергу ориентироваться в Лос-Анджелесе, когда он туда приехал. Со временем такие масштабные идеи уступили место более прагматичному подходу. Marvel Spider-Man, к примеру, воссоздает Нью-Йорк, но не досконально, а с допущениями. Арт-директор игры Джасинда Чу признается, что команда вообще не обсуждала возможность добавить в игру Бруклин, Квинс или другие районы Нью-Йорка. Разработчики с самого начала определились, что в игру попадут только те локации, которые необходимы по сюжету. И даже их не стоит прорабатывать до последней мелочи и чрезмерно увлекаться сбором референсов. Ресурсы-то нужно распределять разумно. Мы воссоздали в игре столько объектов из реального мира, сколько смогли. В какой-то момент у команды просто заканчивается время на такое. Зато разработчикам Spider-Man показалась хорошая идея сделать максимально аутентичной другую деталь окружения — граффити на стенах. Студия наняла профессиональных художников стрит-арта, и они создали настоящие граффити, которые затем оцифровывались. Сан-Франциско из Watch Dogs 2 создавали примерно по такому же принципу, что и Нью-Йорк из Человека-паука. Разработчики, конечно же, использовали референсы, но не стремились к тотальному соответствию. Как рассказывает креативный директор игры Джонатан Морин, главный секрет тут в том, чтобы правильно расположить все узнаваемые достопримечательности относительно друг друга. Если игрок может взглянуть на расположение моста Золотые Ворота и вычислить, в какой части города он находится, значит Сан-Франциско получился правдоподобным. А что конкретно расположено между узнаваемыми точками, не так уж и важно. И сотни тысяч фотографий, а еще съемка со спутника тут ни к чему. Интересно, что фотографии родных мест зачастую нужны даже тем разработчикам, которые работают над вымышленными мирами. К примеру, Мир Третьего Ведьмака во многом создавался на основе референсов, собранных в современной Польше. Команда CD Projekt RED тоже потратила кучу времени и ресурсов на поиск живописных мест. В качестве референсов мы использовали польские локации. Наши живописные поля, средневековые замки и деревни. Наши художники фотографировали такие места и пытались воссоздать их в игре настолько достоверно, насколько это возможно. Потому что Ведьмак 3 это польский продукт, который мы экспортируем на запад. Художник по окружению Кацпер Непокойчицкий позже уточнял, что ни одна локация не была воспроизведена в игре один в один. Во-первых, потому что неправильно было бы делать Мир Ведьмака точной копией Польши. А во-вторых, потому что локации из реального мира обычно не рассчитаны на интересный геймплей. Мне трудно будет сказать, какие конкретно места мы использовали в качестве референсов в том или ином случае, потому что их было слишком много. Референсы дают нам идеи и вдохновение, но сами локации в игре это творение наших потрясающих художников. Когда переносишь в игру родной город или природу, референсы можно собирать на каждом шагу. А вот чтобы сделать реалистично незнакомую местность, разработчики иногда устраивают себе специальные поездки. Это коллективная охота за референсами. Например, когда канадцы из United Front Games взялись за Sleeping Dogs, стало понятно, что им не обойтись без визита в Гонконг. Хотя планов досконально воссоздать город у них не было. Я бы не сказал, что мы точно воссоздавали локации. Поэтому мне было приятно, когда люди говорили, что нам удалось воссоздать дух Гонконга. Некоторые из тех, кто вырос в Гонконге и не был там уже очень давно, говорили нам, что благодаря нашей игре они будто бы побывали на родине. Это было очень трогательно. Первыми в городе высадились сотрудники арт-отдела. За короткое время они сделали несколько тысяч фотографий, которые затем использовали в работе. Особенно внимание разработчиков привлекла местная мода. Они снимали гонконгцев разного социального положения, чтобы затем воссоздать их стиль одежды в игре. Как выяснилось, наш дизайн персонажей устарел. Многое заимствовали из жанровых фильмов и из нашего окружения. Мы быстро поняли, что одежда наших персонажей не соответствовала местной влажности. На них было слишком много одежды. А через неделю к художникам присоединились и другие разработчики. Они слонялись по улицам Гонконга и брали интервью местных жителей, бывших членов триад, специалистов по безопасности и полицейских. Пообщались даже с представителями музыкальной индустрии. Это помогло в работе над саундтреком. И по словам Скупы, эта поездка полностью изменила процесс создания игры. Разработчики обратили внимание на местные запахи, темп ходьбы местных жителей, постоянное жужжание кондиционеров. Все то, что было невозможно уловить при помощи одних лишь фотографий и видео. В том, что касается поиска референсов, редкая компания может тягаться с Ubisoft. Создание любой из их игр начинается за месяц до того, как разработчики впервые садятся за рабочие столы. Сначала целая команда из фотографов, журналистов, сценаристов и самих разработчиков отправляется в долгое путешествие к тем местам, о которых идет речь. Даже если действие игры происходит в вымышленной стране, которая просто вдохновлена какими-то локациями из реального мира, поездка за референсами обязательный этап. К примеру, события Far Cry 4 происходят в Гималаях и работа над игрой, конечно же, началась с путешествия в Непал. У меня в голове было представление о Непале из википедии. Я, конечно, почитал в интернете о том, что там происходило за последние 10 лет, но я был готов к тому, что мы узнаем из пояски что-то, о чем не прочитать в сети. Приехав в Непал, разработчики сначала не знали, за что ухватиться, каждая деталь казалась им невероятно колоритной, и им хотелось использовать в игре все. Ииии первым мероприятием в их культурной программе стал ритуал жертвоприношения. Прямо на их глазах непальцы принесли черного козла в жертву богини, и один из разрабов после этого заявил на камеру, что еще никогда не было настолько близко к исходному материалу. В том же святилище создатели Far Cry 4 получили представление о звучании местных ритуальных колокольчиков. До этого у них было лишь стереотипное представление о том, как должен звучать непальский храм. Позже это нашло отражение и в саунд-дизайне. Я заметил пожилую непальскую женщину, которая сидела и точила сер по камень, и стал ее снимать. А спустя несколько недель нам понадобился NPC, чтобы выдать квест. Я достаю камеру и говорю, вот, у меня есть она, давайте ее используем. В ходе поездки разработчики при помощи переводчика пообщались с настоящими воинами-гургхами, и пострадавшими от гражданской войны. А еще прогулялись по опасным горным тропам. Последнее им особенно понравилось, сотрудников Ubisoft порадовало, что прогулка по диким местам Непала дарит почти такое же ощущение постоянной опасности, какой они хотели создать в игре. Когда мы вернулись из поездки и снова заглянули в нашу игру, она показалась нам полной клише. В ней было что-то искусственное. Мы поделились нашими изысканиями с командой, чтобы они могли добавить в игру деталей и сделать ее более похожей на реальное место, а не на Диснейленд. Фотографии, видео, интервью и прочие референсы, собранные в процессе каждой такой поездки, не пропадают, а отправляются в гигантскую базу данных Ubisoft под названием World Texture Facility, сокращенно WTF. И наряду с результатами исследований полевых команд туда попадают и полезные референсы из поп-культуры. Создал WTF главный проповедник столь дотошного подхода в компании ее вице-президент Томми Франсуа. Если ты опираешься только на произведения других людей, то твоя игра превращается в блеклое отражение исследований, которые провели за тебя они. В таких условиях невозможно вносить инновации, искать свой взгляд на мир и создавать что-то оригинальное. По мнению Франсуа, даже 10 минут в аэропорту нужной страны могут предоставить разработчикам больше полезной информации, чем долгие месяцы чтения Википедии. Подобные детали, то есть запахи, ритм жизни, поведение людей вице-президент Ubisoft называет невидимыми частями айсберга. К примеру, едва приехав в Боливию для работы над Ghost Recon Wildlands, разработчики обратили внимание, что местные автобусы оборудованы кислородными масками, а местные жители вместо кофе заваривают листья коки. И тому, и другому в дальнейшем нашлось место в игре. А вот начиная с Far Cry 5 процесс вышел на новый уровень. Путешествуя по Монтане в поисках референсов, разработчики были вооружены технологией фотограмметрии. Теперь они не просто снимали фото и делали пометки в блокноте. Каждое понравившееся дерево, здание или даже местного жителя разработчики снимали с разных углов, а затем создавали на их основе максимально достоверные 3D-объекты. Ричард, наш главный специалист по биомам, отсканировал березу и обнаружил, что на ней было вырезано сердце с инициалами. И мы такие, вот это круто! Вот настолько мелкие детали встречаются в некоторых наших ассетах. Теперь мы можем поиграть с этим и как-то включить в сюжет. Ну и на всякий случай напомню, как собирали референсы для Notre Dame из Assassin's Creed Unity. Подготовка фотографий и чертежей заняла около двух лет. И это все для одного здания в городе. Устремление досконально воспроизвести в игре реальный мир есть и негативная сторона. Например, небоскреб One World Trade Center из Нью-Йорка в Человеке-пауке пропал из финальной версии игры. Дело в том, что если владелец здания против того, чтобы оно появлялось в вашей игре, вас могут ждать юридические проблемы. В случае со Spider-Man разногласия, вероятно, разрешились еще до релиза. Insomniac Games уже была научена горьким опытом. В 2006 году их игра Resistance Fall of Man оказалась в центре скандала из-за использования реального Манчестерского собора в качестве локации для перестрелки. Церковь, которая, конечно же, не давала инсомникам разрешения использовать свою собственность, угрожала судом и требовала выплатить компенсацию. В итоге Sony извинилась и до суда дело не дошло, зато за время скандала продажи игры в Великобритании сильно выросли. А вот другая история. В 2013 году департамент транспорта Монреаля угрожал штрафом в 50 тысяч долларов Модеру, который взялся воссоздать одну из станций местного метро в CS GO. По мнению чиновников, существование такой карты могло бы спровоцировать панику в реальном метро. Что интересно, изначально Модер сам связался с мэрией Монреаля и попросил разрешение использовать станцию, но получил отказ. И если бы не это, чиновники, возможно, так и никогда бы об этой карте и не узнали бы. Наконец, сбор референсов иногда приводит к совсем трагичным последствиям. В 2012 году два разработчика Arma 3 из Чехии угодили в тюрьму за шпионаж. Они фотографировали греческую военную базу ради референсов. Действие игры происходило на острове в Эгейском море. Незадачливых исследователей могли посадить на 20 лет, но отсидели они лишь 129 дней, и за них заступился президент Чехии. И спустя пару недель после возвращения разработчиков на родину студия поменяла название острова, на котором разворачивалось действие игры, чтобы избежать ассоциации с реальным миром. Это, кстати, отличный способ уйти от ответственности, если переименовывать или слегка видоизменять объект из реального мира. Правообладателям и оскорбленным будет очень трудно доказать, что это именно он. Хотя и в этом нельзя быть до конца уверенным, мы все знаем, в каком мире живем. Ну а вы не уходите от ответственности, тем более мы не просим многого. Лайкните этот ролик, подпишитесь, поделитесь, если есть с кем. У нас выходит много видео и, может быть, будет еще больше, если вы подтолкнете наш канал к развитию. Кстати, наверняка среди истории о рефах мы какие-то игры упустили. Напомните, в комментариях будет полезно. А этот ролик, конечно же, подготовила команда XYZ. Игорь Максимов, Александр Рыбаков, Юра Кулагин, Артемий Леонов и я, Алексей Луцарь. Плюс переходите по ссылкам в наш паблик с эксклюзивными текстами о разработке и кино. А еще мы курсы делаем по геймдеву. Необычные по левел-дизайну вот скоро будет, по моделированию, а еще есть и бесплатные. Все подробности, опять же, по ссылкам в описании. Ну а на этом все. Увидимся в следующем ролике. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok